В этот шаббат в ближайшем мы будем читать две главы. Одну это мы начинаем третий хумыш, Ваикова, и мы даже насчитаем Пашасхор, помнить, что нам сделал Амалек. Немножко поговорить об этом сочетании, о двое другом. Когда мы говорим о хумыш Ваикова, то основная его тема — это служение в храме. Он также называет еще Тараскоини, буквально законы коини, законы всех жертвоприношений практически находятся здесь. Мы кончили кумуховный шмот тем, что был построен в мешкан и в так называемых семь ямэй-милуим, семь дней буквально по-русски освящали жертвенники коини, когда они входили в должность, скажем так. И в силу этого шла шхина на переносной храм, это была первая Ниссана, и после этого начались постоянные жертвы. В чем смысл всех этих вещей? Есть место, называется мешкан, слово мешкан — это от слова присутствие, шхина, шохэн, из мигдаш, храм, но слово храм на самом деле ничего не передает. Мигдаш — это слово святилище, то, что нами посвящено для Всевышнего. Есть само строительство такого места, как мигдаш или как мешкан, а после этого еще то, что поддерживает присутствие шхины в нашем народе — это постоянные жертвоприношения вообще не всего года. И это то, что разделяет то, что написано в книге «Шмот» и «Ваикру». В Шмот мы занимались строительством мешкана, его освящением, там тоже по этому поводу были жертвы. Но то, что мы учим сегодня, начинаем учить сегодня в Икону — это уже с постоянной отложением в храме. Я хочу коснуться одной очень глубокой вещи. Есть такое выражение, напоминается в Талмуде, что курбанот, жертвоприношение, называется как бы лехем, хлебом жертвенника. Это еще более того, мы еще увидим в хумоше, в которой она говорится, это следующая фраза, как бы превозносит хлеб Всевышнего. Совершенно непонятно. Вид зрения, как будто бы ни в какие ворота не лезет. Объясню, почему я так резко говорю. Всевышний не нуждается ни в ком хлебе, он само совершенствует. Он только дает, он ничего не получает. Тем более, что говорить о подобии нашего хлеба, это абсолютно бессмысленное, потому что это основа веры, что Всевышнего не относят никакие события, подобающие телам. Что значит лехем и лакехал макрив? Что значит хлеб Бога он приносит? Что это такое? Я хочу объяснить одну очень важную вещность. Вещность написанная, это дед Николь Цебятина. Есть Всевышний сам по себе. Это то, что называет великий автор книги Лешин, великий дед дровольщик, он начальщик и габаристов последних поколений. Он говорит, что называют это так, что Всевышний сам по себе. Без связи с нашими мирами, он называет его амитотонной лама. Его истина скрытая от нас. Вот эта истина скрытая от нас, непостигаема и даже не называется никаким именем. Об этом он говорит, известно очень, отрывок из Зоа, Патах-Илияву. Всевышний сам по себе, он приводится в начале молитвы, Птихат-Илияву. Нам есть такое выражение, что такое Птихат-Илияву? Это то, что пророк-Илияву открылся вообще в Барьяхе и тот получает его отрывок. Патах-Илияву. И там он говорит о Всевышнем, что даже наша мысль как бы за тебя не может зацепиться, не может как-то его... Однако есть, когда мы говорим о Всевышнем, то его скрытой от нас истинности нет ни постижения, на нас нет никакого знания, мы не можем его как-то назвать. Однако мы знаем, это источник нашего существования, Всевышний возжелал создать творение, он возжелал и желает раскрыться этому творению, поэтому он раскрывается и в нашем мире тоже. К этому раскрытию в нашем мире относятся понятия «все имена». Это имена раскрытия в этом мире. Теперь давайте вещь просто поймем на некотором сравнении. Есть у нас душа и тело. И если бы не сказано «высокий проход», то мы не могли бы так говорить, сказано «высокий проход», что Всевышний в отношении к миру употребляется душе в отношении к телу. Сравится душа, справится со Всевышним. И точно так же, как душа, мне не нужен хлеб и вода, не нужен ни мясо, ни вина, душа не нужна, не нужна. Но для того, чтобы поддержать существование души в теле, необходима еда. То есть наша еда, реально, это то, что поддерживает существование души в теле. Вот, была воля Всевышнего, то, что поддерживает присутствие Всевышнего в наших мирах, то, что происходит в наших мирах. Подобие, подобие, присутствие души в наших телах. Всевышний как бы обусловил это жертвами, которые приносятся. То есть все жертвы, которые приносятся в качестве общественного служения, это все то, что поддерживает присутствие шхины в нашем народе. А присутствие шхины в нашем народе тоже называется жизнь. Когда шхина нас уходит, дай Бог, иногда это смерть. То, что мы уже не раз говорили, как сказано в Якове, в этих хирургах, как его видно, что он виноват шхина. Он ожил, он ожил. То, что пишет в Тегро, что решение храма это было смертью нашему народу. Душа ушла от нас, шхина ушла от нас. Это так можно понять, почему называется жертвоперешение, буквально, хлеб того Бога. Сам Всевышний ничего не получает от нас. Но как... Но так на то была его воля, что его связь с нашими мирами, но открытие нашей мира зависело от наших действий в частности жертвоперешения. Поэтому и в начале старического храма, храм освящался, и как бы в силу этого освящения шхина спустилась в храм. Это было именно жертвами. И более того, как мы должны продолжить поддерживать присутствие шхины в нашем народе, это жертвами, и также участием всего народа в этих жертвах, что приносили для храма. Это в двух словах очень серьезная вещь. Объяснить, в чем смысл слов Торы, что жертвы называются лехом и локехом, буквально хлеб того Бога. Всевышний не кушает. Объяснить, верьте мне. И это присутствие Всевышнего среди нас, это является причиной нашей исключительной силы, что без этого мы не живем. И то, что мы сегодня уже сказали, врушение храма, когда мы решили над Божицей принести жертву, когда было подобно смерти нашего народа. Однако есть у нас еще один источник жизни. Еще то, что дает нам силу, дает нам жизнь, это наша Тора, которую мы получили. Даже когда у нас нет жертвенника, нет храма, Всевышний оставил нам Тору. Занятие этой Торой, оно в этом смысле, оно параллелеподобно жертвопрошению в храме. То есть так же, как служение в храме поддерживало присутствие шхины в нашем мире, так и Тора, которым мы занимаемся, это поддерживает присутствие шхины в нашем мире. Поэтому сегодня у нас вместо служения в храме есть только одна вещь – это изучение Торы. Еще есть несколько вещей, я вам скажу. Первое – это изучение Торы, второе изучение Торы, третье изучение Торы и четвертое изучение Торы. И, в частности, касается, то есть особенная сторона – это изучение законов жертвоприношения. Это особая тема, что это подобные жертвоприношения. Об этом сказал Абшах, приводится в одном из его предисловий, книга «Везры», мы говорим в слухот, «Энену щиур эле тойра азойс», нас ничего не осталось, кроме Торы. Он говорит Абшах, так как у нас есть Тор, у нас есть все. Тор получается все. Давайте просто вдумаемся в эту вещь, что вся святость храма, вся святость присутствия Шхиды, вся была в силу одного человека – Томашер Абейн. Он был Коэном семь дней милым, и, по-моему, это был Тор, это была Тора, что Абейн спустил этот мир в Шхиду, все подготовил, все сделал. Итоги там, последнее, последнее, все, что он построил, построил, первеностной храм, так и тут. Тор – это основа для всего. Теперь мы сейчас поймем и вернемся, то, что началось урок, это связь Голубого Икра и Паша Цхор, то, что нам сделал Амалек. Амалек пришел, когда еще не было нас, жертвенника. Он пришел к нам почему? Потому что наш народ сомневался, есть все вещества, где нас или нет. Более того, Рафу и Адаме Анатолье, их руки ослабели за эти Торы, и эта причина приходит на Амалек. То есть это мера за меру. Мы как бы отходим от Всевышнего, у нас нарушается брит, завет со Всевышним, и это дает силы, силам зла, которые еще хотят, желают усугубить этот разрыв нами Всевышним. И приходит Амалек. Есть такие слова икар, амалек, и слово икар. Он случился, но и два смысла. Микрэ – это случай, а кто-то еще говорил, слово «кар» – это «кар» – это «охлаждает». Так вот, Амалек, он охлаждает. Что он охлаждает? Веру охлаждает. Охлаждает богодательство. Охлаждает в наше внутреннее горение. Как это происходит? Очень просто. Он говорит нам своими действиями, это случайно, это не от Всевышнего. Этим все охлаждает. Нам, когда мы говорим сейчас о «паршатсхор», для нас «паршатсхор» – это приготовление к пуряму. То есть в пуре мы заново приняли на себя душение Тор. Заново с любовью. То есть, скажем так, то, что мы говорим, Шушан Тьяков, что наши враги хотели нас уничтожить, война Афогу, война Афогу. Все перевернулось, и мы властвовали над ними. Амалек, сейчас Тиаман, хотели оторвать наш родов Всевышнего и уничтожить его. И на Афогу не то, что мы просто выжили, но мы привязались к Всевышнему и угроза сильнее. Мы заново принялись от того, что Бхагава с цельным желанием воли, с цельным желанием воли. И поэтому, и это особая, особая радость в пуле, удостоиться получит его заново. Она тоже касается нам, в качестве нашей обязанности, обязанности. это укрепить нашу связь со Всевышним и в изгнании. У нас нет жертв, нет храма. То есть есть у нас наш путь поддержать присутствие шхины в нашем мире, это изучение утров. Хочу по этому поводу сделать некоторые замечания. Мы сегодня уже говорили, что книга «Ваикро» это касается в основном жертвоприношения. Какая последняя глава книги «Ваикро»? «Ваикро»? Помните? Ну, Хокотай, правильно. Там говорится не об этом. Говорится, что если мы будем трениться над Торой, то все благословения. Я хочу сказать некоторую дружбу по этому поводу, некоторый намек. Да, есть у нас способ поддержания Торы среди нас. Среди нас, это поддержание шхины, это благословение благословения. Однако в конце книги «Ваикро» нам открыл Всевышний, что у нас есть еще один путь, который есть даже когда у нас нет храма. Нет храма. И Бухокотайся Телеху, если будет улица на Торой, это причина всякого благословения. Поэтому наша задача сегодня, каждого из нас, все уже в целом, это укрепить нашу связь со Всевышним последствием изучения Торы, поддержкой изучающих Торов. И тем самым мы лишим силы Амалека. Сила пришла, он получил силу в силу отхода нашего изучения Торы, а наше возвращение к изучению Торы, наш труд, труд, не такое легкое чтение. Трудно Торы, потому что поражает силу Амалека, лишает его всех корней, и тем самым мы также можем исполнить заповедь, стереть память Амалека тем, что будет заниматься Торой. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ